В археологии Управления госконтроля по охране памятников мне все время хочется взять в руку лопату и что-нибудь покопать. Александр Григорьевич никогда мне покопать не дает. Александр Григорьевич, можно я сегодня покопаю вот в этом месте? Нет, в этом месте нет. А почему? Ну, здесь уже раскрыто сооружение, и ему 400 лет, по крайней мере. То есть вы мне не доверяете? Нет, никто не доверяется. Но ведь у вас здесь в отряде работают школьники, дети. Почему к ним доверие больше? Ну, это опытные люди, они уже не первый год на раскопках. Так, я хочу себе дать несколько вопросов ребятам, которые здесь копают. Можно вас оторвать на минуточку от работы? Вот так встанем. Скажите, пожалуйста, вам уже удалось что-нибудь найти? Ну, особо ничего, конечно, но есть надежды. Мы сейчас копаем в 16 век. Ну, лично своими руками вы что-нибудь достали из 16 века? Ну, например, подковки, которые делали на сапоги, небольшие, железные. Им удалось сохраниться в земле по случайности. Не далее, как позавчера, здесь вот нашли ангабированный кумган 16 века. Вот в этом... Попроще можно? Что такое? Ну, это сосуд с носиком, такой расписной. А как вы попали в этот отряд? Я занимаюсь в крышке у Александра Григорьевича Вексера. Вот, ну, вот мы с ним, значит, договорились, и вот я работаю здесь. Бесплатно? Нет, я зарабатываю по 3,50 в день. Александр Григорьевич, почему именно в этом месте ведутся Ваши раскопки? Мы находимся на одном из самых интересных участков исторического центра Москвы. И эта территория близкая к Кремлю. Один из самых ранних посадов Москвы. И этому району предстоит большое будущее. Это территория, для зрения всемирно известного музея. Вот он, справа от нас, имени Пушкина. Это не первый год наших раскопок. И нами уже много найдено. А сейчас мы находимся на горизонте 16 века. Одна из сгоревших построек, сруб, рухнувший внутрь помещения. Ну и, наверное, не меньше, еще двух метров культурного слоя. В котором нас ждут, я думаю, многие замечательные находки более раннего времени. 15, 16, 14 и 13 века. Ну, коль так вот волей и судеб мы оказались в 16 веке, скажите, пожалуйста, как это место называлось в Москве тогда? Называлось это место, место, где ведутся археологические раскопки в 16 веке и раньше? Вам будет легче ответить на этот вопрос, если я скажу вам, как называется это место сейчас. Возможно, вы догадались, рядом музей Пушкина, это улица Маршала Шапошникова. А приз за первый правильный ответ, ну, я бы сказала, не менее древний, чем находки Александра Григорьевича Векслера. Это бусы из янтаря. Итак, 217-45-23, номер телефона, по которому мы принимаем ваши ответы. Субтитры создавал DimaTorzok